мы компания уральская усадьба производим капитальные теплицы навесы беседки качели парники и всевозможные другие конструкции для загородной жизни и дома там будет так говорить домостроение то есть мы сейчас кратенько покажем вам теплицы наши это парник хлебница уральский новинка беседка закрытого типа аля курилка или просто на дачу закрытого типа качель дальше идет здесь стоит у нас уральская vip готическая форма капитальная мощная конструкция это павильон 2020 года в чем отличие линейки новых павильонов высота стен метр восемьдесят стандартная у всех павильонов то есть они бывают шириной 3 метра два с половиной и два метра то есть мы их так сказать сделали в серию практически одинаковыми по высоте это старый павильон прошлого года 19 хит наш у него высота стен было метр шестьдесят пять по просьбам наших садоводов огороде мы подняли ведь она сколько разница на 15 сантиметров выше сделали лавки всевозможные любые лавки под заказ и все везде у нас стоят вот такие урны делали мы для города пристенные теплицы арочные всевозможные здесь со сдвижной крышей снег мы не убираем специально чтобы люди смотрели приходили как нагрузки надо жить вот ниже потому что здесь вот сдвижная крыша не убираем специально снег чтобы внутрь не падал это легенда два с половиной метра шириной будет он перебираться она уже идет в свете это старый образец мужу пять лет будет перебираться перекрашиваться в коричневый цвет обновляться так сказать и двери форточки видите еще дверь старого типа на нем стоит лавки всевозможны домик под емкость емкость в любом саду и в огороде нужно потому что нужно теплая вода для полива огорода этот домик который можно обшить можно летний душ делать и даже теплицу и лестница к нему для обслуживания это у нас уральской люкс в ней у нас небольшой склад ведь и даже стол огромный лавки сюда продано все забирать будет весной клумбы такие красивые всевозможные дровяники идем дальше это перголы стоят даже это все просто образцы выставка бывает прям с выставки покупает это теремок капелька 2м новинка даже эту всю серию мы заполучили это у нас капелька 3м тут несколько видов там у нас зимняя теплица где мы растим растюшки экспериментирую я даже написан про да ну это у нас хит нашей жизни это легенда тоже лавка стоит грядка какие дела вот такая мощная конструкция в этом году мы и даже обновили где убрали лишние элементы вот этот усилитель убран он сделал угловой усилитель аккуратно все красиво четко идем дальше это у нас старого типа арочной теплицы будет ли там разбираться остатки продадутся будет разбираться убираться уже их не производим эмаль зеленая который со времен живет ну это наша любимая теплица для релакса зимний огород теплая все они сделаны вентиляции все на автомате там у нас стоят усадьба еще капелька из 30 трубы и метлайдер снегом завалили этому вот такая у нас супер выставка так как мы немножко ограничения ограничены в пространстве приходится как-то все это так сказать скучно делать стараться все каждый квадратный сантиметр у нас на счету все заставлено даже у нас стоит эти он там охраны беседка летняя наш образец чтобы у нас на выставке место не занимала вот коротко вам рассказали о нашей выставке сейчас пойдем дальше на производство и цех полимерно-порошковой покраски продолжаем нашу экскурсию сейчас мы в самом святом святая святых в цехе по производству теплиц вот стол сварщик делает получается прогоны а он еще один стол там пилиться заготовки это лента пильный мощный станок на нем пилиться прогоны дам стоит два трубогиба даже три у нас уже есть сверху везде второй этаж это склад брус красят здесь у нас разложены всевозможные конструкции второй этаж это склад так как очень огромное количество у нас номенклатуры видов и форм теплиц соответствующие эти все сейчас мы готовимся к сезону все это заполняться будете будет плотно битком в огромном коричке белое это мусорки то есть навеса их даже очень много у нас заказывают поэтому мы запасом делаем фрамуги все белое это у нас по акции теплица на распродаже еще их много поэтому акция продолжается идем дальше вид со второго этажа таких условиях мы живем все компактно все что надо поликарбонат мы видим полигаль актуаль новатор это минимальные запасы сейчас зимой это нарезка всевозможная цветнина много много листов стоит потихоньку все собирается там у нас комплектовочная декомплектуется тут у нас прогон и собираются всевозможная лица это легенды стоят вот это разборная павильон два с половиной метра они будут еще сверлиться и потом относиться примерно порошковую камеру все четко вот это все шаблоны если какую теплицу надо будет заказывать достает шаблон как мы видим все лежит оцинкованная труба черной трубы у нас нету даже 60 на 60 она оцинкованная заготовки варка эта сторона защищается потому что здесь будет остается прогон это заготовки делаем вот так вот мы живем и трудимся вот все тут прогоны все оцинкованное даже коньки торцевые бывают сейчас перекрашиваем потому что перешли с белого цвета отложили все перекрашиваем коричневый цвет то есть покраска полимерно порошков он у нашего он видите лежат это даже в покраску вот получается стоят торцы вот это вот разборная это два с половиной метра шириной сейчас пока торцы арки делается и 40 на 40 трубы плюс 20 вот смотрите эти труба 40 на 40 труба 40 на 40 поэтому не слушайте никого что и как вы смотрите сами если хотите не верите нам прийти к нам на производство мы покажем расскажем все эти цвет 80 17 смотрите все отверстия здесь прогон среди прогон он зачищается чтобы весь плотно стал прогон швы даже говорят и вы все придете обманывайте вот шов вот он круговую полностью шов то есть производим стараемся любим своего клиента и покупателя делаем только капитальные качественные теплицы только оцинкованная труба если кто-то еще раз повторяюсь я сколько раз в фильмах повторяюсь что оцинк сам по себе ржавеет мы бы вообще не красили потому что это очень дорогое удовольствие красить полимер видите идет шов он в первую очередь ржавеет он в первую очередь у вас проживется и не красит теплицу швы которые они подкрашивают там фигней всякой серебрянкой или еще какие-нибудь из баллончиков там краской так что подумайте 10 раз прежде чем купить и доказывать особенно мне любят доказывать что цинк лучше чем полимерно-порошковая покраска подождите если бы машину вы купили бы не крашеная что было бы лучше то что машина крашеная или не крашеная просто иногда доходит до бреда я не знаю как людям доказывать поэтому приходится показывать на пальцах вот она подвесная система вот она покрашена это профиль у нас очень много ответственности видите это все штайпик профиль у нас очень много ответственной работы за которую с нас могут спросить то же самое красит теплица такая красота поэтому покупайте у нас теплица у нас самая лучшая теплица видите там где уральская Володя замри в виде уральской усадьбы власть в